В качестве завершения раздела Буквально несколько слов Если вас интересуют темы Исторического премиленаризма Последнего времени Амиленаризма, исторического премиленаризма Как все это согласуется или не согласуется Настоятельно рекомендую вам ознакомиться С интереснейшей работой Южно-баптистского систематического богословия Бойда Ханта Его книгой под названием «Искупленные» Он писал еще до появления Прогрессивного диспенсационализма Поэтому этот подход он не обсуждает Однако автор анализирует ряд других позиций О которых вы раньше могли не слышать Таких, например, как Исторический премиленаризм последнего времени Все это он описывает в своей книге Мы же рассматриваем тему покоя Мы коснулись вопросов О покое и творении Покое и землеобетованной Искуплении и творении Мы с вами разобрались, что такое успокоение от врагов Высоты, достигнутые в этом отношении При Соломоне А затем ухудшение ситуации В свете этого мы переходим к теме «Покой и Христос» Основной текст здесь Евангелие от Матфея, 11 глава Стихи с 25 по 30 Матфея, 11, 25-30 Помните, с самого начала Евангелия от Матфея Иисус воспринимается как надежда Израиля Он Мессия, Он Иммануил, Он Бог с нами Он Иисус, Иешуа Он спасет народ свой от грехов их Он принимает крещение от Иоанна Крестителя Проходит через искушение дьявола в пустыне Однако, в отличие от другого Сына Божьего Израиля Иисус не поддается этим искушениям Остается верным Он призывает к Себе 12 апостолов Проповедует, учит Исцеляет, творит чудеса Он созидает царство И вот что Он говорит в стихе 25 В то время, продолжая речь, Иисус сказал «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли Что Ты утаил сие от мудрых и разумных И открыл то младенца, ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение Все предано Мне, Отцем Моим И никто не знает Сына, кроме Отца И Отца не знает никто, кроме Сына И кому Сын хочет открыть Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные И Я успокою вас Возьмите иго моё на себя И научитесь от Меня Ибо Я кроток и смирен сердцем И найдете покой душам вашим Ибо иго моё благо И бремя моё легко Помните, что история спасения Развернута, явлена До такой степени, что На фоне неверности Израиля Обетование, данное Аврааму Обещание, данное Давиду Всё же остается в силе Здесь говорит Тот Кто величественнее Давида И мудрее Соломона Тот, посредством Которого Бог исполнит Свои обетования И осуществит Свои замыслы Это Тот, Кто даёт покой Творению Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные И Я успокою вас Он же даст и успокоение От врагов Обратите внимание на литературный контекст Предшествующий этому кульминационному утверждению Этому важнейшему заявлению Иисуса Христа В начале 11 главы мы читаем о том, что Иоанн Креститель Посылает ко Христу своих учеников Со 2 стиха и далее Иоанн, который крестил Иисуса в Иордане Иоанн Креститель, который говорил о Нем так, что «За Мною идет Тот, Кто стал впереди Меня, Кто сильнее Меня, Кто будет крестить вас Духом Святым и Огнем» Об этом мы читаем в Матфея 3 Итак, через своих учеников Заключенный в темницу Иоанн А попал он туда потому, что проповедовал истину, которая не понравилась Ироду И еще меньше понравилась его жене Посылает к Иисусу двоих из учеников, чтобы спросить его «Ты ли тот, Который должен прийти или ожидать нам другого?» Сначала подобный вопрос приводит в недоумение «Как такое, может спрашивать Иоанн, который крестил Иисуса в водах Иордана» Однако в общем контексте Евангелия, если подумать, он звучит не так уж и безосновательно Помните слова Иоанна о том, что Христос будет крестить Духом и Огнем При этом подразумевается Огонь Суда Господня Хорошо, если ты действительно тот, кто будет крестить Огнем Суда Тогда что я делаю в темнице? Теперь становится понятно, почему Иоанн задает свой вопрос Иисус отвечает на него в стихах со 2 по 6 Итак, Иисус говорит, начну с 4 стиха «И сказал им Иисус в ответ «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите? Слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о Мне» Многое в этом тексте перекликается с тем, что записано в книге пророка Исаии С тем, о чем мы читаем в Ветхом Завете Особенно в Исаии 61 Лето истинной веры, лето освобождения Исторически воплощаются в служении Иисуса Христа Сын Давидов вступает в битву с врагами Болезнями, немощами, смертью, тьмой Сын Давидов вступает в борьбу с этими врагами человеческого благополучия Болезнями, немощами, смертью, тьмой сатанинской Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите «И блажен, кто не соблазнится о Мне» Интересно отметить, что Иисус нигде не осуждает Иоанна Не упрекает его за маловерие Не объявляет его отрицательным примером Поведения в кризисной ситуации Напротив, Иисус возвеличивает Иоанна, говоря Из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя Однако в служении Христа наступает новая веха Как мне кажется, все это происходит на фоне искупительного мотива покоя Равно как и мотива труда Ведь если посмотреть последующие стихи После кульминации об успокоении в Матфея 11 Касаются субботы Далее идут две истории о субботе Итак, сначала истории противостояния Связанные со служением Иоанна Крестителя А потом о покое О субботе О колоссиях, засеянных полях И работе в субботу Глава 12, стихи с 1 по 8 Мы читаем о том, как ученики Христа Подвергаются критике за то, что Делали в субботу то, что не должно было делать На это Иисус отвечает, что Сын Человеческий есть Господин субботы За этим следует повествование Человеке с сухой рукой В синагоге Которого Иисус исцеляет В день субботний Совершенно очевидно, что Господин субботы Именно Он Он Господин покоя Покоя в обоих смыслах этого слова Им успокаивается творение Покой дает отнюдь не закон Говоря о законе Мы говорим о Ерме Оно предполагает труд Это все равно, что запрягать буйволов Чтобы вспахать поле Равины часто говорят об Иге закона О себе и о своем бремени Иисус высказывается совершенно иначе Иго мое благо, говорит Он, оно дает покой И это слово покой, как мы его трактовали и изучали В Ветхом Завете Резонирует здесь отчетливо Настойчиво И значимо Таким образом, помимо темы творения Как мне кажется Звучит здесь и мотив Искупления Иисус Это ключ к покою Покою творения И успокоению Божьего народа И Божьих замыслов От враговых К концу Евангелия от Матфея Понимаешь, на каком основании это утверждается Каков финал Христос говорит Дана Мне всякая власть На небе и на земле Вот чем обоснованы Его заявления Он воскрес из мертвых Итак, Иисус Это ключ к покою Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансом О чем молиться и как пожертвовать Вы можете узнать на сайте www.tvseminari.com Покой и грядущий мир Что можно сказать об этом? Еще раз вернемся к Откровению 21 и 22 Которое к концу курса вы, наверное, вы учите наизусть Возможно, я это уже говорил, но не помню Мне нравится, как Дана Харрис Которая преподает здесь Новый Завет Резюмирует книгу Откровения Бог побеждает Действительно точное и емкое резюме Книги Откровения Особенно эти два слова характеризуют ее последние главы 21 и 22 В очередной раз замечу, что самих терминов «суббота» и «покой» там нет, но зато есть выражаемое ими понятие В 19 главе мы читаем о том, что повержены все враги Бога и Божьего народа «Изверил же пророк, и змей, и сатана, и смерть, и ад» «Все, что противостояло правлению Божьему, побеждено и повержено» Давайте, например, прочтем стихи 7 и 8 из главы 21 «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном» «Поязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере, горящим огнем и серою» Это смерть вторая Далее глава 22, стих 15 «А вне – псы, и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякие любящие и делающие неправду» Таковым в Божьем присутствии места нет Божьи враги повержены Снова вспоминается 1 Коринфянам 15, стихи с 20 по 28 «Доколе не зложит всех врагов под ноги своим, когда же все покорит ему, тогда и сам Сын покорится покорившему все ему, да будет Бог все во всем» Именно это и происходит К концу 22 главы книги Откровения Наступает безграничный покой творения Откровение 21-22 по 22 главу 5 стих Итак, Откровение 21-22 «Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм его, и Агнец И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освящения своего, ибо слава Божия светила его, и светильник его, Агнец Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою» Захватывающая идея, не так ли? Вероятно, есть что-то в представлении о том, что Все истинное, благое и прекрасное на земле В конце концов найдет свое место в Новом Иерусалиме Вот почему Карл Барт спрашивает Кого будут играть? Баха или Моцарта? Ему кажется, что Моцарта По этому поводу Ричард Мау написал интересную книгу, которая называется «Когда войдут цари» «Когда войдут цари» Это попытка осмыслить стих из Откровения с точки зрения Ветхого Завета Понять, какие культурные артефакты будут в будущем в Новом Иерусалиме Разумеется, это лишь умозрительное заключение, но книга бесспорно дает почву для размышления Вернемся к стиху 26 «И принесут в него славу и честь народа И не войдет в него ничего нечистая И никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца Среди улицы его И по той и по другую сторону реки Древо жизни, двенадцать раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой И листья дерева для исцеления народов И ничего уже не будет проклятого Но престол Бога и Агнца будет в нем И рабы его будут служить ему И узрят лице его, и имя его будет на челах их И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном Ибо Господь Бог освящает их, и будут царствовать во веки веков И снова здесь звучит тема правления Тема правления и нашего соправления с Богом Рабы Божьи, поклонники и цари, если хотите Обратите также внимание и на отсутствие временных маркеров Формула «И было утро, и был вечер» исчезает за ненадобностью Это субботний покой, это шалом Неудивительно, что ранние христиане поместили книгу Откровения в самом конце канона Более подходящего места, как кажется, придумать невозможно Таким образом, мы еще раз проделали путь от сотворения, через грехопадение, далее искупление, к исполнению Когда Божий народ живет в установленном Богом месте, по Божьим законам, под Божьей властью, в присутствии святого и любящего Бога Еще вопросы по пройденной теме, теме покоя, есть? Спасибо Простите, не могли бы вы по буквам продиктовать Мау? Ричард Мау М-О-У-В Похоже на Ви, да? Или вообще ни на что не похоже? Это же все-таки австралийский? Ричард Мау Простите, не могли бы вы по буквам продиктовать Мау